Стояли тазы, вон даже вся кровать, даже вон не все. Отстатки год, все, сырость такая была. Вот там все, смотрите, туда протекло, пятый этаж тоже вообще, там аж кирпичи падали. Замечательный сосед в виде двух железных опор в потолок поселился в комнате Веры Дружиной в феврале прошлого года. И так здесь и остался. Привел с собой струи воды с потолка, запах плесени и сырую мебель. А двум детям и мужу вместе с ней пришлось съехать на съемное жилье. Такие последствия работ на средства фонд капитального ремонта в доме 4 на Вишневой. С вами с соседями мы обращались во все инстанции, какие можно было. Везде говорят, это не наше, кидали все место на место. Вот мы обратились к юристу. И вот уже год, как нас никак не добьемся, кто нам все этого сместит. Лидия Костикова живет под самой крышей этого дома. Их этаж пострадал больше всего. Частично здесь уже сделали ремонт за свой счет. Общая кухня пока еще в плачевном состоянии. Натяжной потолок здесь был. А что с ним было? Парарис? Он растворился от воды весь. Представителей подрядной организации, кто работал с домом по заказу фонда капитального ремонта, здесь не видели уже давно. Зато хорошо видны следы качественного ремонта. Все так и осталось брошенным в подъезде. Сейчас у дома преобразился фасад. И видны блестящие края обновленной крыши. С нее-то и начались все беды жильцов. Почему вода так хлынула? Дождь – это дождь. А снег растаял и хлынул полностью вниз. То есть он не был счищен изначально? Нет. Снег лежал. Не счистили. А как могли? Вскрыли. Сначала крышу как бы не трогали. Они по периметру полностью вскрыли. И в нескольких местах вот они начали эту крышу снимать. И вот этот весь снег, он сразу ахнул. Как говорят юристы, то, что случилось в доме на Вишневой 4, для Саратова, явление весьма распространенное. И фраза «у нас никогда не текло на протяжении нескольких лет». И вот начался капремонт. Звучит почти от каждого моего доверителя. От действий компании-подрядчика на Вишневой 4 пострадали 29 человек. Общая сумма долга за ремонт жилья по решениям Кировского районного суда составляет порядка 3 миллионов рублей. Эти деньги должен выплатить фонд капремонта. Мы сами обратились в арбитражный суд с требованием признать фонд капремонта банкротом по одной, наверное, самой важной причине. Чтобы нас услышали, чтобы фонд капремонта, чтобы его руководство, чтобы руководство Саратовской области услышало граждан, которые просто страдают от действий фонда капремонта, от его бездействия в некоторых случаях. После ремонта наследства фонда крыша потекла и на Посадского 272. Дом внешне представляет собой кирпичную постройку не первой свежести, а на присутствие горе-тружеников указывают края нового настила. Подобный пример протечек есть и у жителей многоэтажки на Пугачевской дом-1 в районе городского парка. Ступени, ведущие в никуда, и замурованная дверь. Очередной парадокс, как и сама работа фонда капитального ремонта, организованной в 2014 году, за 8 лет прославился скорее не примерами хороших работ с домами, а бесконечными кадровыми перестановками в лице руководящего состава. Один за другим сменились Сергей Важнов, Дмитрий Любушкин, Андрей Блохин и Андрей Семенов. Последние четыре года кресло удерживает Вера Прохорова. И себя она считает большим специалистом, нежели тех, кто подал иск о банкротстве фонда. Хотелось пояснить, что в силу норм жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор, то есть именно фонд капитального ремонта, не может быть признан несостоятельным или банкротом. Субъект Российской Федерации также не имеет права принять решение о ликвидации фонда. Тем не менее, если посмотреть картотеку арбитражного суда, то на сегодняшний день у нас данный иск оставлен без движения, так как суд уже установил ряд процессуальных недочетов, которые имели место быть при его подаче. Вы сказали, что иск оставлен без движения. То есть, я так понимаю, что люди не получат своих денег за ущерб? Нет, в любом случае решения суда фондом капитального ремонта будут исполнены. Исполнены за счет иных источников, не связанных с вносами закапоремонта, повторюсь еще раз. Но после исполнения фондом мы, соответственно, пойдем с соответствующими регрессными требованиями к подрядному организации за восстановлением данных денежных средств у фонда капитального ремонта. Вот только удастся ли их потом найти? Это дом 80 на танкистов. Тоже, можно сказать, жертва капитального ремонта. Опять блестящая крыша. Строительный мусор во дворе и постоянная охота местных жителей, то на появляющихся, то исчезающих рабочих. Даже кирпичи вон выпадают оттуда. И на балкон, и на голову боятся выходить. То есть сейчас еще ремонт идет? Не доделаны. Вот так будем говорить. И долго все это? А кто же знает? Они начали давно. Начали они где-то полгода. Две зимы, считайте. При этом в фонде на сегодняшний день есть 171 исполнительное производство на сумму порядка 23 миллионов рублей. Часть из этих денег уже выплачена. Если говорить о количестве рассматриваемых дел в суде общей юрисдикции, то их больше 30. При этом Вера Прохорова встает на защиту исполнителей работ. Мне так кажется, что все это связано с несколькими работами, чтобы подобрать хороших лет. Нет, я считаю, что здесь вы не правы. Что в основном, к сожалению, это происходит именно из-за невозможности предотвратить причинение данного ущерба. Именно в процессе производства работ. Когда мы делаем мягкую кровлю, мы ее открываем. Если залили стяжку, то, к сожалению, погодные условия могут быть внезапные. Например, пошел ливень. У жителей дома на Вишневой 4 своя вера. И не только дружина, но и в то, что они все-таки получат свои деньги за ремонт. В пациентку отделом приходили специалисты. При этом сейчас у фондов в краткосрочный план на 2022 год входит ремонт 130 многоквартирных домов по всей области. По многим из них закончены работы по проектированию. Дальше конкурс на отбор подрядчиков. И, скорее всего, как следствие, возможны новые иски. Дальше конкурс на отбор.